Выпускникам Маинского лицея предложили стать железнодорожниками. Будущие абитуриенты встретились с ректором Дальневосточного государственного университета путей и сообщений и заместителем директора железных дорог Якутии. О чем шла речь на встрече, расскажут наши корреспонденты. На встрече выпускники и учащиеся 10-х классов познакомились с одним из старейших высших учебных заведений на Дальнем Востоке. Университету в этом году исполняется 80 лет. Здесь готовят специалистов в транспортной сфере, а также в 10 институтах. Студенты получают образование по 120 различным специальностям. Мы занимаемся подготовкой выпускников по всему спектру железнодорожных специальностей. Кроме этого, в университете есть и другие направления подготовки. Это экономика, юриспруденция, электроэнергетика, транспортное строительство, промышленное и гражданское строительство. С 1994 года в Дальневосточном государственном университете путей сообщения проводится целевой набор студентов из Якутии. В основном они получают работу в акционерной компании «Железные дороги Якутии». Компания заинтересована в специалистах из местного населения, поэтому ежегодно проводятся олимпиады с участием школьников из Алданского, Хангаласского и Мигина-Хангаласского улусов, по результатам которого ребята могут поступить в Дальневосточный государственный университет путей сообщения. На данный момент в компании «Железные дороги Якутии» работает около 900 человек, но с принятием линии томот Нижний Бестях потребность в специалистах увеличится более чем наполовину. Будет развиваться станция Нижний Бестях, она будет достраиваться в любом случае, будет приниматься постоянная эксплуатация, и нам местные жители, как наши специалисты, очень-очень нужны. Тем временем студенты, обучающиеся в транспортном техникуме в Нижнем Бестяхе, показывают отличные результаты во всероссийских олимпиадах. «Наша студентка третьего курса организации перевозок, Мамашева Мария, во всероссийской олимпиаде укрепленных групп специальностей, стала номинанткой лучшей по теории по России, первое место, и в общем зачетке стала четвертой». В прошлом году машинист маневрового тепловоза компании «Железные дороги Якутии» на конкурсе профессионального мастерства был признан лучшим по России. В связи с этим в этом году международный конкурс будет проводиться у нас на станции Нижний Бестях с участием государств Литва, Белоруссия, Монголия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия. Это знаковое событие состоится 15 июля. Жители республики Иулуса приглашают поболеть за якутских локомотивщиков. Екатерина Ефремова, Гульнар Лукманова, НВК Саха, Мегина Конголаский, УЛУС.